Как сказал уже Александр Евгеньевич, я не астроном, я далеко от технических проблем. Тема моих исследований – мировая борьба за власть информации и ресурсы и сравнительный анализ цивилизаций Запад-Востока. Когда мы говорим о различных цивилизациях и рассматриваем возможности существования цивилизации в возрасте, я думаю, имеет смысл посмотреть на Землю. Дело в том, что здесь мы тоже имеем набор цивилизаций, которые настолько различны, что, в общем-то, спору задумываться о том, как во всех сборах сравнивать. Но, в принципе, если свести то индустриальные цивилизации, то повышаются цивилизации, то индустриальные и индустриальные. И мы знаем, что в XVI-XVII веках произошло превращение одной из цивилизаций западной, из строительства индустриальных, в индустриальные. А вот на наших глазах происходит некий другой процесс. Вот эта индустриальная цивилизация, она превращается во что-то другое. И, в общем-то, основная масса людей полагает, что индустриальный мир, а над ним что-то надстроится. Это мне очень напоминает представление советских людей в 80-х годах о том, что такое будет рынок и социализм. То есть весь социализм останется, а добавится чуть-чуть рынка. Вышло совсем по-другому. По-видимому, сейчас глобально в масштабе происходит примерно стимулатический турн-самбур. Что такое цивилизация последних 150 лет? Индустриальная цивилизация. Я просто чисто импрессионистки перечислю некоторые характеристики. Естественно, это индустрия. Естественно, это техническое развитие, экспансия на Земле, в космосе. Это трудовая этика. Это прогрессистские идеологии, максизма и либерализма. Это массовое образование хорошего качества. Ну и это, так сказать, магическое слово, демократия. Причем СССР в вангарде всего этого. Достаточно посмотреть технику молодежи 60-х годов. Вот я воспитан на журнале техника молодежи 60-х годов. И вот этот прекрасный мир, который казалось, что вот он здесь наступит, вот его и реализовала, так сказать, техника молодежи. Однако буквально за последние 30 лет вот все это изменилось. Мы этого не заметили, потому что в 80-е годы мы жили перестройкой, в 90-е мы выживали, а в нулевые мы приходили в себя. По-видимому, сейчас этот цикл повторился. Только ускорен в варианте. И странно, что вы этого не заметили, поскольку крушение СССР – это очень важный элемент формирования вот этой новой цивилизации. По сути, уже 30 лет бьется вот эта новая цивилизация. Ее называют по-разному. Одни говорят «постиндустриальная», другие говорят «посткапиталистическая», третьи говорят «постзападная» и некоторые говорят даже «постхристианская». Дело в том, что вот эти определения, так же, как, скажем, определения «постимпрессионизм», они мало что говорят. Они говорят, что, так сказать, что нечто приходит после. А вот в чем суть этого? И что произошло за эти 30 лет? Это некий сбой, ошибка или это заговор? Только когда мы управляем слово «заговор», не надо думать, что собрали там 3-4 злодея из бондовских фильмов или, так сказать, из «Властелина Калис Толкина» и что-то делают. Нет, заговор — это очень широкая категория. Например, коммунистический интернационал, Коминтер, третий интернационал, который планировал тайный захват власти в разных странах. Это заговор или нет? Ну, конечно, это заговор. Или программа ЛИОТ, которую разработали МИ-6 и ЦРУ в 49-м году по дестабилизации Советского Союза аж на 50 лет. Заговор или нет? Ну, конечно, заговор. Или то, что англо-американские банкиры в конце 19-го века разработали программу создания федеральной резервной системы, до этого, так сказать, убирали президентов, до этого создали кризис с 1907 года. Заговор? Ну, конечно, заговор. То есть заговоры бывают разные. Заговор — это долгосрочная, часто очень долгосрочная программа. И вот если посмотреть, ретроспективы, что происходило в 60-е, 70-е годы, возникает очень интересная картина. В 62-м году создается экологическое движение. На чьи деньги создаются? На деньги фонда Рокфеллеров. В те же 60-е годы создается для Вестокским института молодежная культура — рок, секс, наркотики. И стартуют две программы — «Ролик Стоунский Битлз», которые действуют на различные совершенно аудитории. В это же время возникают движения разных меньшинств, возникает новая эстетика, в основном эстетика уродства. И начинает снижаться образование вообще. А вот я регулярно преподаю в Соединенных Штатах Америки, в нормальном университете, скажем, там, колумбийский, ельский. Я могу сказать... А сын у меня учился в американской школе полгода. Я могу сказать, что даже, так сказать, изничтоженное, так сказать, фурсингами наше образование, оно до сих пор все равно сильнее стандартного американского образования. Потому что американское образование начало ломать с конца 60-х годов. Наши ломают, скажем, всего 15 лет. И наше образование попрочнее будет. В 68-м году создается очень интересная организация — «Римский клуб». И первый же доклад Римскому клубу называется «Пределы роста». Его авторы призвали ни много ни мало именем экологии прекратить экономический рост. 50 — экономика процентов, 50 — экономика. В 73-м году, после рукотворного нефтяного кризиса 73-го года, рукотворный, потому что, так сказать, он был следствием спровоцирования войны между Арамом и Израилем, активизируется экологическое движение. И, наконец, в том же 73-м году создается трехсторонняя комиссия. Это очень интересный, так сказать, такой наднациональный институт с очень широкими полномочиями. В это время, в этот же период, в Советский Союз в 68-м и 73-м годах было решение ЦК КПСС отказывается от собственной компьютерной программы. А на Западе потихонечку начинается деиндустриализация и демодернизация. А в 80-е годы происходит еще одна очень интересная вещь. И обычно студентам всегда начинают именно с нее. Место научной фантастики прочно занимает фэнтези. Что такое научная фантастика? Это будущее как будущее. Фэнтези – это будущее как прошлое, где есть магия, где есть вера в волшебство. И самое главное – где нет демократии, а где есть иерархия. И вот я хочу обратить ваше внимание на один очень интересный документ. 1975 год по заказу трехсторонней комиссии. Три выдающихся социолога, это без иронии, Хантингтон, Крузье и Ватануги, пишут доклад «Кризис демократии». Доклад этот не приведен на русский язык, но он есть в сети. Там черным по белому совершенно откровенно написано, что много демократии – это плохо. Что средний класс и верхушки рабочего класса, которые зафиксированы там как активные и не очень хорошо понимающие ситуацию субъекта общества, могут бросить вызов истеблишментов. Отсюда задача. Первое – объяснить, что демократия – это не ценность, а инструмент. Второе – внести апатию в наиболее активные слои общества. И третье – объяснить, что демократия – не единственная ценность. Есть такая ценность, как иерархия, и там есть замечательное слово, оно трудно переводится на русский язык – «сеньорти», «старшинство». И вот эта программа, сформулированная в 1975-е годы, она начала выполняться, потому что в 1979 году власти приходят в Великобританию Тетчер, затем Рейган приходит в штатах, и начинается наступление рабочих классов и на средний, на рабочих и на верхушку рабочих классов, и на средний слой. И мало кто, так сказать, проводит очень важную правиль. В 1979 году рыночные фундаменталисты Тетчер приходят в власти. В 1979 году Хаменин, а исламский фундаменталист, приходит в власти в Иране. И начинается движение исламизма. Александр Дейваль, замечательный французский геополитик, назвал исламистов «цветными псами американской глобализации». И не только потому, что исламизм был создан спецслужбами Запада в значительной степени, но и потому, что у них одни и те же цели, у них одни противники – национальное государство. Что такое, так сказать, еще фэнтези? Это, безусловно, дерационализация сознания. В этом отношении дерационализация сознания. В этом отношении очень интересная штука, ну, классика фэнтези – это «Властелин колец», в котором прекрасная литературная основа, и «Гарри Поттер». Вот «Гарри Поттер», тем, кто не смотрел фильм, я, скажете, рекомендую, ну, запрягитесь, посмотрите, приселитесь, это очень интересная вещь. Во-первых, это бесплатная реклама ордена госпитальеров. Те люди, которые занимаются орденскими структурами, я занимаюсь орденскими структурами, и когда я смотрел фильм, я видел, что это бесплатная реклама ордена госпитальеров. Те люди, которые в современном мире выполняют очень интересную функцию. Он работает на связи Ватикана и ЦРУ и МИ-6. Кроме того, там есть еще одна замечательная вещь. То есть, помимо того, что это реклама, это еще интересная, сказать, вот месседж, как сейчас бывает. Дело в том, что в первых трех сериях человек, который играет в учителя Даммулдора, это полная копия Джона Ди. Джон Фил – это, так сказать, английский разведчик, астролог, разведчик 16 века. Он подписывал свои донесения Елизавета «Агент 007». И, то есть, вот этот фильм, он вкладывает в детишки, которые его посмотрят, они вырастут. И через 30-40 лет, когда им предъявят магическую форму власти взамен дискредитировавшейся, демократии и всего прочего, у них как-то магическая власть вызовет приятные воспоминания. Давайте теперь посмотрим, что произошло за последние 30 лет. Я веду Запад, прежде всего, в социальной сфере. Ослаблено национальное государство. Политика превратилась в комбинацию административной системы и шоу-бизнеса. Гражданское общество скукоживается. И, конечно же, очень важная вещь – деградирует образование. Образование деградирует абсолютно во всем мире, кроме одной страны. В этой же, это же одна единственная страна, где научная фантастика, сайенс-фикшн, до сих пор занимает важные места. Это страна Китай. И в этом отношении то, что происходит, – это не случайная вещь. В середине 70-х годов Западная вербушка оказалась перед выбором. Дальнейшее развитие промышленности вело к тому, что объективно укреплялись социальные позиции, сделочная социальная позиция вербушки рабочего класса и среднего слоя. То есть тех, кто оказался в выигрыше от периода 45-го, 75-го, изменений 45-го, 75-го года. И здесь выбор – либо продолжать этот курс, либо выносить промышленность за рамки североатлантического ядра. Выбрать курс не развития промышленности, а, скажем, компьютерных технологий, которые, а, так сказать, наука емкий, ИП, дают возможность манипуляции сознанием. Вот это развилка. Но для того, чтобы пройти эту развилку, нужно было начать демонтаж государства всеобщего благосостояния, так сказать, это не точечный, вот терновал фэр стейк. И нужно было провести целый ряд других мероприятий. На первых, как кажется, ну что же, так сказать, вот целая команда там, раз, могла это сделать? Естественно, смогла, потому что мощь тех или социальных групп не определяется количеством. Мир – понятие не количественное, а качественное, как говорил Эйнштейн. Так вот, мощь социальных групп определяется очень простой формулой. Власть, помноженная на собственность, помноженная на контроль, вследствие массовой информации. Поэтому с середины 18-го века в освещениях нарастает такая вещь, как проектно-конструкторский характер исторического процесса. И вот то общество, которое возникает, скажем, сейчас, которое, скажем, ухудется, оно, в общем, уже просматривается. Это, прежде всего, контроль над информационными потоками. Лучший способ контроля над функционными потоками – это не вставить чип человеку в голову. Это лучший способ добиться этого, разрушить образование. Я в этом году, например, принимая экзамен в МГУ, впервые столкнулся со студентом, который не знает, что такое Бородинский битв. Он знает, что такое Бородинский битв. Что такое Бородинское битву, он не знает. А полет Гагарина – то ли 47-й, то ли 81-й. Ну и так далее, и так далее. Примеры можно множить. Значит, вторая вещь – это практически кастовая организация общества. Мы не можем смотреть, например, на Соединенные Штаты, как на страну демократии, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, именно Соединенные Штаты – ни Франция, ни Англия, ни Германия – это кастовое общество. Два верхних процента – это люди, которые вступают в раки между собой. Эти люди, поскольку, довольно по всему, эти люди имеют доступ к очень мощной медицине, то очень скоро социальные различия примут характер различий социально-биологических, как это было, например, в древней Индиверии и средневековой Индии. Место граждан занимает общество граждан, общество общины, коллективов. То есть, индивидуальные, все эти проблемы свободы личности, они, так сказать, уходят. Ну, и, естественно, контрольными ресурсами. Контрольными ресурсами. То есть, возникает очень интересное общество. Мы не знаем, кто из вас никто, который видит, но по замуслу такое – это неиндустриальное имперское ядро с мигантами в качестве полу-рабской силы. Это кастовая организация верхушки. Промышленные анклабы выносятся и в Китай, и в Индию, и в Латинскую Америку. Причем они занимают очень небольшое пространство. Вокруг них буферная зона – это те, кто защищает от тех, кого выбросят вообще из социального процесса. И все остальное – это зона хаоса. Кстати, то, что сейчас американцы делают на территории, так называемого, ближнего востока, от Мавритании до Киргизстана – создание зоны хаоса и приведение к власти исламистов – это вот из этой Сирии. И обратите внимание, две страны, где-либо исламисты были бархатные, это 8 миллионов бархатных исламистов в Сирии, где-либо исламистов вообще не было – Ливии. И вот там вопрос решается силовым способом. Потому что в других странах исламистов можно привести к власти очень просто. Исламисты – это часть демодернизационного проекта. То есть общество модернера не просто умирает, оно со страшной силой ликвидируется. спрашивается, с этим можно что-то сделать? Или вот эта вот махина несется, и здесь ничего не пропадет? Можно. Потому что в состоянии неустойчивости системы, когда система находится в состоянии в точке бифуркации, у нее максимум выбора, естественно, в рамках негатива коридора. Когда система находится в точке бифуркации, здесь очень небольшая группа людей, но знающие, куда пить, как пить, может решить исход. Я называю это субъект стратегического действия. Так вот, когда система находится в точке бифуркации, не надо сильного толчка. Нужен толчок в нужном направлении. Пример. Иван Грозный с 1565 по 1572 год, так сказать, в рамках опричнина, создал эмбрион самодержания. Мы сейчас не будем говорить, хорошая опричная была, это абсолютно оболганная институция в русской истории. Так вот, после этого, заинтересованные группы нанесли ответный удар. Но инерция системы была такова, что в 1649 году, принятие в соборное положение, вот это самодержавие эмбрионом, которое было опричнено, и опричненный принцип русской истории, она устоялась. Опричников-то было всего в разные периоды, от полутора тысяч до пяти тысяч, из них было, так сказать, до 600, это была внутренняя служба безопасности. Так вот, несмотря на то, что те люди, которые действительно рулят миром, имеют, скорее всего, огромную силу, в условиях кризиса, в условиях системы уравниваются шансы малых и великих. И в этом плане это шанс. Спасибо. 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 Молодец. Спасибо. Спасибо.